Бендерская крепость восстанавливает историческую кровлю на трех башнях. Они из деревянной черепицы. Такую же технологию использовали, когда строили крепость в 16 веке. В цитадели продолжают работать турецкие реставраторы. Турецкие специалисты прибыли в Бендеры еще в прошлом году. Восстанавливали ливневую канализацию и разрушенные участки стен. Теперь перешли к работе на башнях, используют технологию гонтовой кровли, такую же, как при строительстве крепости в 1540 году. Как выглядела цитадель, сверяет и по рассказам османского путешественника Эвлия Челеби, жившего в 17 веке. По историческим источникам известно, что первоначально использовались деревянные черепицы. Самые достоверные ранние изображения видов замка и крепости Бендер есть на картине художника Михаила Иванова 1790 года. Он сопровождал светлейшего князя Потемкина во время похода на Бендеры и в 1790 году сделал несколько видов Бендер и Бендерской крепости. Эти картины служат во многом, скажем так, отправной точкой. Вместе с турецкими реставраторами работают и наши специалисты. Сейчас рабочие заканчивают подготавливать гонт – это черепица из дубовых дощечек. Ее уже обработали водоотталкивающим раствором, планируют вручную установить. На одну башню уйдет около 8 тысяч штук. При проведении первоначальных исследований состояния стен и башен замка итальянскими специалистами было установлено, что состояние стен требует аккуратного подхода к восстановлению именно с применением деревянной черепицы. Это снижает нагрузку на стены и фундамент башен и, соответственно, благоприятно сказывается на их общее состояние. Это позволит укрепить стены и, скажем так, продлить их срок службы. У башен появятся легкие шляпки. Нагрузка на стены меньше. В планах укрепить аварийные участки снаружи западной стены. Раствор тоже будут делать по старинным технологиям. Речной песок, овечья шерсть, крошки битого кирпича. О секретах, как строили бендерскую крепость, рассказывают на экскурсиях.